Я мог бы стать другим Привет, YouTube! Это мой УАЗик. Моему УАЗику 7 с лишним лет, пробег около 80 тысяч километров и скоро он отправится на перекрасок к ребятам из Титан Жуковский. Я вам хочу показать, что по кузову на данном пробеге, на данном возрасте вылезло на этой машине. А все, что будет по внутрянке, вскрытие и самая жесть, это будет на канале у ребят из Титана Жуковского. Ссылку я оставлю на них в описании. Поехали! С трех шагов, тачка, ну просто огонь. Я, кстати, забыл сказать, что у меня есть еще эндоскоп, пускай такой китайский шляпный, но мы хоть куда-нибудь и мы полазим, посмотрим в скрытые полости. Итак, поехали. Капот. Как вы понимаете, с капотом проблем быть не должно. Вот это все защитило. Тут есть куча-куча всяческих, сейчас попробую показать, сколов такого характера, такого. Ну, он весь посечен, очень серьезно. Здесь у меня никаких претензий нету к нему. Дальше. Первое неприятное место. Вот это вот дрянь. Вот. Вскучила. По всему же обои-то только одно такое место, больше такого второго нету. Здесь, может быть, плохо видно, не знаю, как он будет видно на камеру. Но вот точки пошли. Вот полезло. Их тут достаточно много. Просто машина только мыла, и все это сходит прям с первой же мойкой. Ну, тем не менее, оно есть. Крыло. Тут у меня претензий нет, все в порядке. Бампер, пластик, понятно. Здесь. Здесь, кстати, вот год назад был ураган, и мне какая-то прилетела то ли вывецка, то ли что, не знаю, чем дворник успел убрать. Прошел год. И, тем не менее, это не ржавеет. С ним все в порядке. Так, дальше что? Дальше второе неприятное место. Вот оно вот. Лезет. Такая вот дрянь. Мне это сильно не нравится. В принципе, дальше. Стандартные места у АЗа. Вот отсюда. Чуть-чуть лезет. Ну, я мавил периодически это место. На саморезы, кстати, не смотрите. Мне в свое время отшиб какой-то придурок зеркала на припаркованной пустой машине. Как я это сделал года три, а может и четыре назад. Ну, собственно, временное, постоянное, знаете эту поговорку. Так оно и осталось. Дальше. Резинки. Вот я хотел поднять, посмотреть, но она отрезкается. Я вам покажу на примере задней двери, что под резинками. Под резинками вот что. Вот такая вот фигня ржавая. Я подозреваю, что там то же самое. И, кстати, еще одно больное место. Это вот этот подоконник изнутри. С той стороны. Я об этом не знал. Если бы я знал, я бы тоже его обрабатывал. Там покажутся ребята из Жуковского. Я вам покажу на примере вот той двери задней правой, которую мы подразберем. Здесь, под этими резинками. Ну, просто грязь. А вот он уголок, да? Есть. Здесь, спереди. Тут даже получше, чем сзади. Но я периодически мавилил все туда под резинки. Ну, сверху, понятное дело, что ничего там не будет страшного. Просто грязь. Так, по этой стороне что? Где-то я когда-то видел тут ржавенькую маленькую точку где-то на двери. Вот сегодня мыл. Не смог ее найти, куда она делась, я не знаю. Постеснялся. Так, что еще раз по той стороне. Здесь все то же самое. Уголок. Уголок. Вот здесь тоже чуть-чуть лезет. Под резинками. Вот здесь лезет больше. Здесь вот такая история. И как фокус не наводится. Вот. Вот. Вот что там. Тут почему-то больше. Ты их шевельнешь, а потом они обратно. Даже на жаре. Сейчас, кстати, жара 30 градусов с лишним. Обратно не встает. Здесь уголок я тоже трогать не буду. Иначе все это отвалится. Вот это могу поднять. Здесь все чисто. Тут побоку у меня нет нареканий никаких. А, кстати, завальцовка по дверям. Я опять же проливал периодически все это дело. Ну, кроме грязи и остатков засохшего мавилия. И не только мавилия я заливал, но и растопом. Ничего нету. Тут все в порядке. Есть слепень. Прихлопнем. Прихлопнем. Здесь, сзади, та же история. Никакой особой ржавчины тут нету. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Хотя, вот под этим герметиком может быть все что угодно. Дальше. Дальше самое интересное. Я боюсь, что задняя дверь мне попадет под замену. Вот это все густо намавилиное. Оттуда лезут рыжики. Здесь большой кусок. Здесь прям фуфыр. Просто его не видно. Дальше. Вот эти вещи. Вот какой-то скол, но он не цветет. Вот еще один. Он тоже, как ни странно, не цветет. Очень странно. Вот это вылезло практически на второй год. В виде просто небольшого бугра. Сейчас этот бугор начал прорастать. Что тут еще? Вот. Так, по двери что еще? По двери изнутри интересно. Здесь больше ничего. В проеме. Так, в проеме против солнышка получается. В проеме есть ржавые точки. Как их показать? Ну, допустим, вот это вот. Во-вот. Вот она красота. В общем, здесь все в точечку. Плюс резинка штатная. Вот что делать с дверью. Это место не ржавеет, потому что оно полируется самой же этой резинкой. Здесь больше ничего страшного не вижу. Ну вот, на беглый взгляд, это все. Сейчас еще внутри посмотрим. Для семилетней машины, для УАЗа, семилетнего патриота, который княючье говно, от которого, как на той картинке, здесь должно валяться столько рам с мостами. Я считаю, что это неплохо. Кстати, вспомнил еще один момент. У меня одно время была борьба с водой, которая все время попадала под ковролин туда вниз. То она текла с динамика, то она текла вон из того шва, там он наверху уходит, я его герметил. В общем, одно время-то было много воды, и с тех пор у меня даже порог не прикручен. Там, конечно, неприятно. Я там постоянно заливал цинкор, растоп, всякая другая шляпа. Но все равно вот этот кусочек, он такой тут есть. Потому что воды тут стояло много. Я и порог не собирал, потому что периодически вот это вот подвешивалось в таком виде в жару и сушилось, потому что начинало вонять мокрой собакой. Вы можете сказать, а зачем все это? Она не такая страшная. Зачем титаны? Зачем такие вмешательства? Я вам скажу зачем. Во-первых, я давно слежу за их каналом. Я вижу, как вот такие, казалось бы, неплохие машины приезжают, и когда они начинают их ковырять, там такое вылезает. Я вот не хочу, я хочу уберечь тачку, потому что на данный момент купить что-то новое у меня нет ни малейшей возможности. Поэтому надо заберечь то, что есть. Итак, дверь подразобрал заднюю. Попробуем заглянуть, что там без эндоскопа. А там вот такое. Эндоскоп, в принципе, и не нужен. Вот там. Какая красота. Это я все увидел, когда ставил камеру. Когда ставил омыватель камеры. Вот он идет. Солько сейчас где-нибудь появится. Это я пошел делал там пальцами. Тогда еще оно внизу все валялось. И вот, вот он получается грунт. А вот получается, что там под грунтом. К разговору о подоконниках, где происходят всякие проблемы. Что внизу? Да внизу, кроме собачьей волосни, ничего страшного нет. У меня просто собака ездит постоянно здесь на органазере. Как-то затягивает все это. Вот там все нормально, потому что проливалось. Дальше. С этой дверью. Поскольку все в шумке, залезть туда крайне сложно. Но попробуем. Вот что там. Дальше телефон никак не засунуть, только наверх ездит. Полка. Опять же, изнутри. Я думаю, что вот отсюда эндоскоп можно будет засунуть и посмотреть. Все, дальше будем эндоскопить. Итак, эндоскопим в заднюю дверь. Эндоскоп поганый. Сильно. Ну вот оно все то же самое. Да не трогай мы телефон. Детишки. Вот там, поближе, если посмотрите, все выглядит примерно так. Другой стороны. Другой стороны. Чего-то не пролезет. Вот, с этой. Вот оно что там. Вот оно. Что там было, ржавое такое. Это вдоль стенки багажника ведут. Тут, в принципе, все нормально. Вот внутрь заглядывая за усилитель. То есть, по факту, сгнившая только только вот эта верхняя полка. Так что, поэтому я и сказал, что задняя дверь, скорее всего, под замену. Самое интересное, сразу начнем. Полочка. Вот это вот подоконник, так называемый. Туда, куда я показывал, туда и запихиваю ее. Ничего тут и не видно. Вот, вот видно, ржавое. Туда уже не залезть просто так. Пусочек где-то был. Попробую через отверстие от динамика туда наверх залезть. Вот что-то ржавое было. Ага, вот. Полочка. Точнее, усилитель. Ну, тут я веду, получается, с каждым ногами по этому подоконнику. Да, вроде бы, и не так и страшно. Вот что-то есть. Нет, здесь все нормально. Посмотрим внизу по шву. Здесь все проливалось. Шумка проливалась. Эндоскоп шляпный, еще раз говорю, поэтому такое качество. Нет, ничего тут страшного не видно. Ну, я надеюсь, что я обойдусь с заменой только задней двери. Ну, на этом, наверное, и все, собственно говоря. Что мог, показал. Остальное будет на канале, ребят, из Титан Жуковского. Если разрешат они перезалить свое видео, я залью у себя на канале его обязательно. Все, подписывайтесь. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok